Хоккейный клуб Команда Уран-Держинск 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 55-й – Савин Дмитрий, 57-й – Савинкин Игорь, 71-й – Бабнев Сергей, 77-й – Шошин Владислав, 87-й – Селякин Ярослав, 89-й – Парфенов Вячеслав и 91-й – Сергей Калинин. Итак, это уже не первая встреча между командами «Саров Инвест» и командой «Уран» из города Держинск повторилась. Команда очень серьезная, и в прошлом году она стала победительной чемпионатом Нижегородской области среди мужских команд, поэтому не думаю, что для саровчан сегодня игра окажется простой. Как мы видим, гости атакуют. Повторюсь, команда очень хорошая в плане опыта. Некоторые из игроков этого клуба поиграли на позициях в регулярном чемпионате России, и опыт у них достаточно много. Снова атакуют Держинск. Не удается им пока встать в зоне. Выводит шайбу саровчане из своей зоны, можно поменяться. Поляков бросал по воротам. Шайба проходит мимо ворот. Снова атакует Держинск. Чувствуется будет тяжеловато сегодня в команде Саров Инвест. Очень много опасных моментов. Очередной бросок по воротам. И Александр Малов зашимает шайбу в ловушкой. Вбрасывание будет в зоне хоккейного клуба Саров Инвест. Третье звено с саровчан на площадке. Выигранное вбрасывание. К сожалению, сходит шайба с клюшки у Андрея Калашникова. Сейчас был опасный момент. Около бортика. Лежит хоккейст Саров Инвеста на площадке. Силового приема. Видимо, получил травму. Удается Вячеславу Парфенову подняться с площадки самостоятельно. Как считают зрители, были нарушены правила. Но у судьи было немножко другое мнение. Игра будет продолжаться в составах 5 на 5. Снова атакует Держинск. Удается им пока тоже закрепиться в зоне. Ух, какая хорошая передача на дальнюю штангу была. Но Григорий Иванин не успевал к этому пасу. Поэтому шайба ушла в никуда. Опасный момент. Зазнобин бросал сейчас по воротам Сергея Машковцева. Который защищает ворота Урана. Поменялись звенья. Константин Поляков на вбрасывание. Уже не первый раз Иван Волков выигрывает у Константина вбрасывание. Начинают соровчане из своей зоны атаку. Была возможность бросить, но не дают защитники Урана этого сделать. Снова опасный момент. Была возможность. Еще одна возможность. К сожалению, не получается соровчанам забросить шайбу. Машковцев Сергей очень хорошо держит оборону своих ворот. Тут еще защитники помогают. И снова вбрасывание будет в зоне хоккейного клуба Уран. Выигрывают соровчане вбрасывание. Шайба ушла в угол. Есть бросок от команды Саров Инвест. Но Машковцев не так просто пробить. Начинает свою атаку Уран. Не точная передача в центр. Риколаш не ожидал, что будет такая передача. Выходит шайба за пределы зоны хоккейного клуба Саров Инвест. И проброс фиксирует судья. Вбрасывание снова вернется в зону. Простите, сейчас будет удаление у команды Уран. И саровская команда будет в течение двух минут играть в численном большинстве. Если я не ошибаюсь, то это у команды Уран ударился Тихонов Денис. Номер пять. За удар соперника в голову. Малым и дисциплинарным страхом наказан будет игрок Урана. И у Саровчан будет возможность открыть счет в этой встрече. Ну, Саровчан начинает атаку из-за своих ворот. Удастся ли Саровчанам закрепиться в зоне и разыграть большинство. Клепнем в шайбы. И судья фиксирует, что в зоне Сергея Машковцева находился игрок Сарок Инвеста и вбрасывание будет перенесено в среднюю зону. Выигрывает Саровчан и вбрасывание. Начинает атаку. Что, собственно говоря, и происходит. Входит Евгений Клотухин в зону соперника. Вставляет шайбу на нападающих. Нужно бросать поворотом, наверное, в команде Саров Инвест, что, собственно говоря, и происходит. И Виклов сейчас мог отличиться, но Машковцев снова на месте. Никуда он не ушел. До сих пор находится здесь. Удается Саровчанам пока закрепиться в зоне. Тем временем численное большинство уже подходит к концу. Неплохо оброняется команда Урана. Вот уже в полном составе Урана. Контратак Сарова. Очень мало бросков. И шайба в воротах. 1-0. Отличный гол в исполнении Игоря Поздова. Передачу им отдавал Андрей Калашников. И счет становится 1-0 в пользу хоккейного клуба Саров Инвест. Вновь выигрывает вбрасанная хоккейиста Урана. Да, много вбрасанной проигрывает сегодня хоккейный клуб Саров Инвест. Бросал поворот мы сейчас Антон Медведев. Вот буквально недавно эти хоккеисты как Антон Медведев Андрей Морыгин еще играли на чемпионат России по высшей лиге. Сейчас вот выступают в чемпионате области. Буквально недавно Дмитрий Радчук играл за хоккейный клуб Саров. Все-таки чувствуется что опыта у команды гостей побольше. Класс игры немножко повыше. Но несмотря на это Саров Инвест пока ведет 1-0 и Саровчане пока не хотят сдаваться. До этой игры Саров Инвест шел на пятой строчке таблицы чемпионат Нижегородской области среди мужских команд высшей лиги. Команда гостей Уран ушла на второй строчке. Что будет после этого покажет сегодняшняя встреча. Начинает свою атаку команда Урана. Погрушена шайба в зону хоккейного клуба Саров Инвест. Хорошая передача на дальнего игрока. Это был Бобрусев Илья номер 66. Немного закружили хоккеисты Держинска Саровчан. Очень много времени проводят шайбы в зоне хоккейного клуба Саров Инвест. Но пока что ворота надежно закреплены. Счет на табло 1-0. Впереди Саровчане. И вновь не удается Держинску сейчас забросить шайбу. Хотя был отличный момент. Ворота были уже пустые не повезло нападающим урана. Бросок поворотом шайба проходит мимо. Михаил Малафеев отобросил. И выброшена шайба из зоны команды гостей. Зажигает новое удаление судья матча. И вновь Саровчане будут иметь численное преимущество над командой Уран. Отправляется на скамейку Алексей Чепко. Если не ошибаюсь за запасную игру высоко поднятой клюшкой. Две минуты есть у Саровчан для того, чтобы попробовать попытаться реализовать численное большинство. Посмотрим, что у них получится. Выигрывает Руслан Зазнобин сбрасывание. Никита Хлистаков, Сергей Клепнев и Руслан Зазнобин. Такая тройка нападающих и защитники у них Игорь Савинкин и Денис Федосиев. Больше 30 секунд уже прошло, но пока даже до броска Саровчане дело не довели. Отлично обороняются хоккеисты Урана. Как вы видите, очень плотно играют с хозяевами сегодняшней площадки. Даже несмотря на то, что Саровчане имеют численное большинство и преимущество. Не удается им найти свободного игрока и довести дело даже до броска. Сбрасывание выводится в среднюю зону. не поменяли звенья. У второго так и четверка поменялась у команды Урана. Выиграл сейчас Константин Поляков в сбрасывание. Начинает атаку заворот. Неплохая атака может получиться у Саровчан, но теряют они шайбу. при входе в зону заново придется начинать атаку. Могла получиться неплохая ситуация, так как Саровчан было четверо и только трое обороняющихся хоккеистов Урана могла получиться неплохая атака сходу. Снова бросок, снова шайба попадает в коньки хоккеистам Урана. И теперь уже контратакуют Дзержинск. Несмотря на то, что они играют вчетвером, владеют инициативой сейчас они. Пытается Селякин пройти через Григория Иванина. Защитник немножко поговорить не получается в размерах. проигрывает Иван Волков вбрасывание Михаилу Малафееву. Шайба снова уходит в угол. Завлатили в гости шайбой в своей зоне и другой Иван начинает атаку. Борьба в углу. И первое удаление в ходе матча у команды хоккейного клуба Саров Инвест. Вячеслав Парфенов отправляется на скамейку штрафников за опасную игру с высоко поднятой клюшкой. Теперь у хоккеистов Держинска появилась возможность реализовать численное большинство, но посмотрим, как будут обороняться саровчане. Выигрывает Руслан за знак вбрасывания, но, несмотря на это, шайба так и не подкидает зону хоккейного клуба Саров Инвест. И Держинск пытается разыграть большинство. Посмотрим, как будет обороняться. саровчане пока у них все неплохо получается и бросков поворотом Александра Малова еще не было. Вот хорошая передача на дальний штат был, но Никита Хлистаков успевает прочитать эту ситуацию и перехватывает эту передачу. Выбросили саровчане шайбу из своей зоны, но с какой-то мгновением она снова вернулась обратно. Снова дается саровчанам шайбу отправить за пределы своей зоны. Начинает атаку Держинск. Неплохой пароход по краю. очередной бросок поворотом Александра Малова, но снова пока все спокойно. Не удается Держинску никак пока забросить шайбу. Точная передача на Ивана Волкова. Хотел наверное уже сходу бросить он. Так и сейчас происходит момент. Снова Александр Малов готов. Дается саровчанам пока шайбу выбросить со своей зоны, но Евгений Колотохин это получается. Уже в пятером выступают саровчане бросал сейчас Руслан Зазновин что ж не удалось хоккеистам Урана реализовать численное преимущество неплохая атака была сейчас Держинска но успели перехватить шайбу саровчане Нужно выход из зоны что происходит да нет не удается саровчанам все таки шайбу пока из своей зоны вывести смену по ходу тут можно было две минуты наверное давать хоккеисту Рана слишком четко клюшка осталась в коньках у Сергея Клепнева судья ему видни конечно но шайба находится в зоне хоккейного клуба Саров Инвест опасный момент и отправляется Дмитрий Радчук шайбу ворота хоккейного клуба Саров Инвест и счет становится 1-1 хорошую игру сегодня показывают хоккеисты обеих команд в первом периоде мы уже видим две заброшенные шайбы посмотрим что будет дальше но времени остается уже около пяти минут до конца первого периода вновь очередная атака биржинской команды Александр Малов шайбу зажимает в ловушке значит этого не получилось у него в предыдущем моменте что ж это игра выигрывает уран вбрасывание получился неплохой бросок но шайба не доходит до ворота хоккейного клуба Саров Инвест попадает она в коньки Ярослава Селякина но Держинск начинает атаковать в своей зоне удается им пока закрепиться в зоне соперника меняется Держинск по входу очередной бросок шайба снова попадает в коньки хоккейст трассеров Инвеста Ярослав Селякин сейчас имел возможность бросить поворотом но защитники нагоняют и догоняют неточная передача и уран теперь уже атакует очередной бросок Малов на месте подбирает Клепнев шайбу в углу вставляет на Дениса Федосеева а тот отдает свою очередь Игорь Савинк на передачу выходит шайба из зоны и вновь на синей линии теряет Саров Инвест шайбу как мне кажется очень мало бросает такими Клепс Ароф Инвест урана гораздо больше бросков вот уже минуты остается до окончания первого периода неплохой бросок в исполнении Андрея Калашникова шайба попадает в голову Сергею Машковцеву показывает он судим что все в порядке он еще в состоянии продолжать игру вновь шайба выходит из зоны хоккейного Усаров Инвест неплохая атака у Саровчан выход был 3 в 2 но броска делать так и не дошло неплохая была передача Андрея Калашникова в исполнении Михаила Муафеева но вновь не удается пока Саровчанам забросить очередную шайбу в ворота Сергея Машковцева итак первый период окончен мы увидимся с вами чуть позже «Саровчанам» Продолжение следует...